У меня все есть, да. Другие могли жить? Как хотят. Кто призывает? Канархи. Они мне очень нравятся. Банк предприниматель. Диагностику и лучевую терапию по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях. И сутурицы. Да. Здравствуйте еще раз. У нас в программе «Особое мнение» в студии Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением главный редактор «Независимой газеты» Константин Рябчуков. Константин Вадимович, добрый вечер. Добрый вечер. Нынче мы в 5 часов, у меня тут был в гостях Михаил Вейлер. Мы говорили про американскую политику очень много и про американские выборы. Но действительно же завтра очередной супер вторник, по итогам которого многое может измениться. Ну и в общем станет все понятно. И мы говорили про такого кандидата, как Дональд Трамп. Почему, собственно, сами республиканцы как-то так не хотят, чтобы Трамп в результате был кандидат в президенты? Или на самом деле хотят, как считаете? Ну, критерием «хотят-не хотят» является что? Являются голоса американцев, да? На нынешнем это опять как голоса американцев, которые так или иначе причастны к политике. То есть зарегистрировались как сторонники той или иной партии. На сегодняшний день результаты таковы, что американцы хотят Трампа. А как будет дальше, мы будем смотреть с каждым их большим вторником, субботой или воскресеньем. А вот интересно, почему они хотят Трампа? Ведь он довольно скандально выступает. И такой не самый приятный человек, я бы так сказала. Ну, я с вами не согласен. Мне он нравится. Вот, я так и знала. Приятный человек. Приятный человек. Да, как он сегодня сказал, ну, вчера ночью, он сказал. I'm the best person. And I'm much better than those two. То есть я лучше, он уже прям открыто говорит. Я просто лучше, как тип личности. Значит, я с тех пор, как последний раз был в этой студии, дважды облетел земный шар. Просто в буквальном смысле не количество километров или миль, а физически замкнул дважды. И я в каждом городе, где я был, встречался со всякими людьми, в том числе через Америку. Я был в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, в Колорадо. Что показали мои собеседования и мои собственные наблюдения? Америка сегодня испытывает острейший политический кризис демократии. Совершенный факт. То есть вся традиционная демократия американского типа, в основе которой лежала опора на средний класс, как класс разумный и более всего заинтересованный в предсказуемости собственной судьбы, а также в предсказуемости процедур выплачивания кредитов, предоставления образования детям, карьеры. Стабильность такая. Да, собственно, почему. У нас же в стране уже 25 лет говорят о среднем классе, как основе. Вот будет у нас средний класс настоящий, тогда у нас все будет нормально. А пока маргиналы типа или бедность народа, тогда не получается. И вот Америка с великолепным по всем параметрам средним классом демонстрирует, что она на наших глазах буквально отрицает все постулаты вот этой теории опоры на средний класс, потому что средний класс взбунтовался. Почему он взбунтовался? Два типа недовольства, на мой взгляд. Вот моя оценка ситуации, мой анализ ситуации показывает. Один тип недовольства приводит к левому радикализму. Здесь бенефициаром является Берни Сандерс. Это утомленность среднего класса от долгов и кредитов. Весь американский капитализм построен на долговой модели финансирования собственных потребностей. Не будь развита долговая система, американцы жили бы материально хуже. Но они живут лучше, они имеют дом по ипотеке, машину по ипотеке, мебель по ипотеке, образование в кредит. То есть они потребляют и фактически владеют, в смысле использования, активов, на которые они не заработали фактически. Это изматывающая жизнь практика. Все время в долг. Располагаемый доход после оплаты всех процентов и всех тел кредитов остается ничтожно малым. Люди очень устали. Поэтому Берни Сандерс эксплуатирует эту штуку. Он собирает студентов, ставит их перед собой и говорит, друзья мои, кончай платить за образование. У кого есть долги за образование? Лес рук. Он говорит, ну это же неправильно. Как же можно создать систему, которая наказывает американцев за то, что они хотят знать больше? Чистый популизм. И он предлагает, чтобы университетское образование и образование в колледжах было бесплатным, как когда-то было принято решение о бесплатном образовании в школе. Значит, Дональд Трамп эксплуатирует другую часть недовольства среднего класса, а именно то, что средний класс, американский, белый, скажем преимущественно, он оказался под давлением требований мультикультурализма и признания за равными прав всех людей, всех меньшинств, всех мигрантов и эмигрантов, что разрушает повседневный клад жизни, начиная от рабочих мест, поскольку в результате глобализации они вымываются и уходят куда-то в другие страны, Мексику, Трамп очень любит Мексику и Китай, упоминать 500 миллиардов дефицит торговли с Китаем и 58 миллиардов дефицит торговли с Мексикой. Другая вещь, которая более существенна, она имеет отношение к ощущениям на уровне изменения качества жизни. Качество жизни, которое определяется сужением, то, что называют социологи, радиуса доверия. Радиус доверия в Америке традиционно был очень высок. Радиус доверия, выходящий за рамки семьи. В традиционных обществах, в традиционной культуре, в патриархально-католических мусульманских обществах радиус доверия редко выходит за рамки семьи. Он крайне низок. Поэтому демократия в этих странах имеет уродливый характер, потому что ты никому не доверяешь. Как ты можешь доверять процедурам? Как ты можешь доверять, что если ты победишь меня на выборах, ты мне голову не отрежешь или не бросишь в тюрьму? Поэтому тот, кто власть, он старается быть у этой власти. Вот этот радиус доверия, который у традиционных американцев был очень высок, он начал скукоживаться, сокращаться под давлением вот этих мигрантов, под давлением перемешивания. Потому что до сих пор в Колорадо мы были, все на слово верят белые американцы. Забыл заплатить, тебя все равно встречают, да не волнуйтесь вы туда. То есть вообще все, потому что есть какие-то отношения. А когда приходят люди из другой культуры, они видят, где можно обмануть, где можно кинуть, где можно. Вот это недовольство. И он аккумулирует вот это недовольство белых американцев среднего класса, которым не нравится неупорядоченная миграция, и не нравится, что им говорят, что геев надо любить, что однополые братья нужно уважать. Потому что они говорят, а тогда мы-то что здесь? Они говорят, а вы одни, один из сообществ. Нет, нет, а вы одно из сообществ, не более того. И вот когда Трамп произнес, что он не просто будет решать миграционную проблему, а он депортирует всех нелегальных, и начал высмеивать тех, кто говорит, мы должны привезти большую работу, мы должны дать шанс. Он говорит, всех, всех высылаем, и только некоторые смогут через несколько лет вернуться. Конечно, он апеллирует к тому, что под кожей вообще послать всех куда подальше хорошо, поэтому сейчас перестроились республиканцы, прежде всего, это не демократы, это республиканцы, которые видят, что он принесет разрушение всей республиканской партии, он не зависит материально, ему не нужны вот эти структуры, потому что любая партийная структура, это прежде всего деньги, которые выдают. Он же все это ему не нужно, потому что он сам личность идет. И вот уже в Чикаго прошли митинги, которые постарались объединить, что это Сандерс, это не Сандерс, это республиканцы, которые собрались на совещание руководства республиканской партии, они видят, что такой кандидат всех тут все тут разрушит, Поэтому лозунги были такие, депортировать расизм, имею в виду депортировать самого Трампа. Вообще, конечно, республиканская партия, если что, потом придется отвечать за все его, ну и сейчас им приходится отвечать. Да, но тут надо иметь в виду, что вот если мы посмотрим на структуру голосующих за Трампа, то вот то, что меня поражает, это первая часть, значительная часть, до 40% голосуют люди, которые принимают решение о голосовании в последние два дня, то есть у них не было предрассудка какого-то, то есть они услышали аргументы, чаще всего это в полемике с оппонентами. И вторая часть, что он привел в числе голосов, я думаю, тоже порядка 40%, которые до этого не записывались ни за демократов, ни за республиканцев. Поэтому он и говорит, ребята, я иду под флагом республиканской партии, но на самом деле мне преимущество дают люди, которые раньше не голосовали за республиканцев. Ну то есть он считается независимым кандидатом. Мы продолжим буквально через несколько минут, я напомню, что сегодня в студии главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Недельника по четверг с девяти до одиннадцати. А иногда и до одиннадцати сорока пяти. Ну да, мы не одни, мы с девчонками. Я Владимир Вархламеев, а я Александр Плющев. В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи «Экономист» Сергей Алексашенко «Персонально ваш». Во вторник после пятнадцати часов. В этот вторник после девятнадцати часов гость программы «Особое мнение» политик Владимир Рыжков. Ведущая Ольга Журавлева. Особое мнение во вторник после семи вечера. В этот вторник после двадцати одного часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен» обсуждаем тему «Еще раз о прогрессе, глобализации и судьбе России». Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после девяти вечера. Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда браусы, так? Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней. Вы будете смеяться, в середине пятнадцатого века попадаются реальные упоминания в летописи налог на взятки и подарки чиновникам. Повтор программы «Фискал». По вторникам после двадцати трех часов. «Сначала в бездну свалился стул, потом упала кровать, потом мой стол, я его столкнул сам, не хочу скрывать. Потом учебник «Родная речь», фото, где вся моя семья, потом четыре стены и печь. Остались Пальто и я. Ночное шоу «Один» со вторника на среду ведет Всеволод Бойко с полуночи до часа на «Эхе Москвы». Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхе Москвы» продолжает свои передачи и воздет очередная программа джаз для коллекционеров. У микрофона Моисей Рюбат. Радиостанция «Эхо Москвы», записки АССА. С вами Анатолий Гамилович. Музыкальный голос. Да что бы я знала. Это не ораторская? Нет, нет, я думаю, что это, ну, в любом случае, я не знаю, что в других, если я теряю, то скорее всего инфекция, либо после какого-то количества эфировки, подпадресса «Эхе Москвы». Слушайте, ну, висла и, в общем, трудно. Эхе Москвы, перед употреблением встречи. Тебя прямо привет-то. Спасибо, ему тоже привет. Радио «Эхо Москвы» и компания «Арт-Риай» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. И, возвращаясь в Россию, и говоря немного об экономике, вот буквально пару часов назад, может, чуть побольше, пришли новости о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, о снижении прожиточного минимума в стране. То есть, там примерно на 200 рублей меньше, чем в третьем квартале. 221. Да, да. А с чем вообще связано то, что понижается прожиточный минимум? Действительно ли стали продукты питания просто снижаться по цене, как, по крайней мере, пишет российская газета? Я, если честно, я возмущен этим решением, потому что прожиточный минимум может снизиться, если вы не изменяете структуру пакета, который входит в прожиточный минимум, и при этом у вас наблюдается дефляция. То есть, индекс не инфляции, то есть, роста цен, а дефляция. Если в прошлом году инфляция составила официально 12,9%, а Bloomberg сегодня оценивает уже по итогам, все посчитали 17%, то пакет прожиточного минимума увеличился на 17% как минимум. Плюс, сколько-то процентов инфляции было уже вот к этому моменту, когда он принял это решение. Как в этих условиях можно снижать, не знаю. А зачем? Догадываюсь. С тем, чтобы меньше было платежей. Потому что чем меньше прожиточный минимум, тем меньше получится производное от умножения на этот прожиточный минимум, поскольку огромное количество вещей в рамках социальных пакетов обусловлено вот этим базовым уровнем прожиточного минимума с последующим мультипликатором. Ну вот, хорошо, а как можно так делать, что официально... Можно, если народ терпит, и политические партии терпят, и у Думы по этому поводу нет вопросов к правительству, то можно. Потому что сегодня, например, в Думе Нарышкин проводил, ну типа свой круглый стол, там, кризис и его последствия, или уроки кризиса. Мне понравилось то, что впервые лицо такого уровня назвало кризис, поскольку мы помним, что предыдущая поляня, когда кризиса не было, да, а сейчас. И вот постановили, что мы уровня 2008 года, ну те эксперты, которые выступали, в лучшем случае, при самом оптимистическом сценарии, достигнем в 2018 году. То есть кризис, как в 2008 году случился, вот мы будем находиться ниже уровня 2008 года до 2018-2010. Я думаю, что тут гадать сложно, потому что в конце концов это будет зависеть от динамики цен на сырье. Вот если нефть будет низкой, так мы и в 2018-м не достигнем и так далее. Вот в этих условиях, когда все люди, которые занимаются экономикой, знают, что инфляция высокая, инвестиций в основной капитал нет. Это главная причина, почему мы недолго выкарабкаемся на уровень даже 2008 года, поскольку инвестиции в основной капитал, это инвестиции в машины и оборудование, то есть в рабочие места нового типа. Они сокращаются устойчиво и серьезно. Вот за два с половиной месяца этого года средняя цена на нефть 34 доллара. Это чтобы мы учитывали для бюджета, для сравнения, в предыдущие 10 лет с пятого по пятнадцатый средняя цена на доллар была 86 долларов за баррель. Представляете, да, почти в три раза разница. Поэтому в этих условиях снижать прожиточный минимум, считая, что сельское хозяйство, тем более мы видим по огромному количеству продуктов, сельскохозяйственные производители отечественные воспользовались своим монопольным положением на рынке и цены только увеличились. Это действие в интересах одной лоббистской группы специальных интересов, аграриев. Но весь аграрный сектор в России это частный бизнес. Значит, все общество сбрасывается на все вот эти запретительные пошлины по поводу этой самосанкции, да, с тем, чтобы вот эта надбавка на ту цену, которая должна была быть там за курицу, за картошку, за яблоко и за что-то, передать вот все общество, все 148 миллиардов, включая Фермера. Мы передаем эту надбавку, которая обусловлена защитительной такой мерой, отечественным производителям. ...которые хорошо звучат отечественные производители, оно лишено, как бы, организационно-правовой формы в какой-то отечественной производителе. Это частное предприятие. Вот эти лоббисты аграрии оказались очень сильными, и они используют государственную политику в интересах именно вот этой, вот посчастливилось тебе быть аграрием, бизнесменом, вот ты сейчас являешься бенефициаром всех защитительных мер. Поэтому, насколько это справедливо, насколько, почему люди, которые не в этом бизнесе, должны говорить, ой, как хорошо, что вот за последние два года разбогатели фермера, которые производят зерно, картошку. Вот какой кайф от этого, вот, а если нефть кто-то разбогател или там, не знаю, стеклопакеты делает. У нас же не наблюдается такой уровень солидарности в обществе, чтобы люди радовались богатству другого человека. Вот, а здесь нас, как бы, всех заставляют радоваться, что это некий отечественный производитель, как будто он колхозник или совхозник. Нет, это частное, конкретное мурло. Ну, почему сразу мурло? Мурло, потому что монопольные цены. Мы видели, как цены на гречку увеличились, как только они ввели себя. Они вели себя в соответствии со своей социальной ответственностью, то есть мы ввели санкции, мы не допускаем иностранные товары. Но мы, расширяя свою долю на рынке, берем обязательство не увеличивать цену на ту продукцию. Они же повели кап себя, они не удовлетворились. Просто сказали, слушайте, ребята, чистый рынок, люди приходят, они хотят, этого нет. Спрос и предложения. Они воспользовались этой ситуацией, взвинтили цены на свою продукцию. А потом говорят, слушайте, вы должны гордиться, что отечественный производитель укрепился. Я считаю, что нужно договаривать до конца. В какой момент мы можем гордиться? Если по тем ценам, которые были до введения, ну, с учетом, допустим, инфляции. Давайте так сделаем. Ну, по данным Росстата, в целом за 15-й год продукты питания в России подорожали на 14%, более чем на 14%. Вот эти все 14% легли в карман кому-то. В чистом виде. Еще раз говорю, это налог на всех, потому что едят все люди. Это точно такой же, как инфляционный налог. Он ровным слоем покрывает все население страны. А когда депутаты говорят, произносят такие вещи, что санкции, антисанкции, значит, позволят нашей стране развиваться и посмотреть, значит, вот есть плюсы от этих санкций, антисанкций, у нас отечественный производитель поднял голову, встал с колен и начал все производить. Это они тоже только про Аграрьевы говорят или где-то... Послушайте, что такое развиваться? Под развитием я понимаю взаимосвязанный процесс. С одной стороны, институциональная реформа, с другой стороны, экономический рост. Тогда происходит развитие. Если у вас институциональная реформа, например, усиление конкуренции сужается, то есть, когда вы закрываете доступ на рынок товаров других производителей, то это называется сужение конкуренции. Вы фактически многие сегменты отдаете в монопольную или квазимонопольную олигополистическую форму регулирования цен между самими производителями. То считать это развитием я не могу. Издержки высоки, цены растут. В чем же развитие? Разве развитие в том, чтобы выросли цены для потребителя, потому что ты пользуешься защитой государства таким жутким протекционизмом? Не видно. Нет, я считаю, что нет. Надо смотреть на развитие. При этом вот этот колосс на глиняных ногах, он же умрет, как только границы откроют. Вот как бы они не хрохорились, что рано или поздно нам придется открыть, но границы снять. Но если у вас не будет конкурентоспособной технологической основы производства, вы же тут же проиграете. Поэтому любые голословные заявления, они носят характер такого ритуального, как молитва какая-то, как заклинание. Поэтому это присуще традиционному культурам, традиционному культурному капиталу, когда люди вместо фактов апеллируют каким-то верованием, каким-то возвышенным смыслом. Но ведь отечественный товаропроизводитель стал сильнее, мы же счастливы от этого. Это абсолютная абстракция, за которой не стоит конкретика. А рациональный культурный капитал, когда в стране присутствуют люди, говорят, ну-ка карта на стол, расскажите нам, сколько вы инвестиций получили, сколько вы льготных кредитов получили, сколько вот этот объем инвестиций дал, какой прирост производства. Мы сразу смотрим, какова эффективность инвестиций, каков так называемый капитальный коэффициент, сколько, каков прирост продукции в рублях получен на единицу прироста инвестиций в рублях. 30 копеек, 20 копеек, 11 копеек. И тогда мы посмотрим, насколько он эффективен. Может быть, этот капитал проедается, и мы об этом узнаем. Вот интересно, можно ли такую правду информацию получить, как-то запросить? Наверное, нет. Наверное, в открытых источниках такого не бывает, правда? Не, ну в статистических справочниках все можно найти. Ну там копаться надо, вот именно Роспостат. Ну, кто бы копаться, что называется. Не, нет, но на самом деле вот этот разговор предметный. Так когда предметный разговор есть, тогда доверие, вот знаете, доверие исчезает, то, что я говорю, радиус доверия, да, когда апеллируют какими-то вещами. Не то, что человек, вот тут он великолепен, а тут он грешен, тут он покаялся, тут опять стал великолепен. А я говорю вместо этого, я требую тебе святости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такое не бывает. Тогда люди начинают не верить словам. Мы будем говорить все еще словами после перерыва с Константином Ремчаковым. Чтобы продать квартиру. Ну, мы будем говорить всеми словами, которым верят. Это же мы. 19.30 в столице, краткие новости. Тинаихи, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Великолепный министр Турци Ахмед Довутоклой подтвердил, что благодарением причастных тех тераптов в ЛКРЗ задержаны 11 человек. Об этом сообщает агент-проэнтер. Довутоклой также отметил, что унисифицированы тела 35 погибших. Сейчас продолжается экспертиза ДНК. К подрядшей комиссии по вопросам семьи, недовольная школьная программа по литературе, священник Артемий Владимиров заявил, что в таких произведениях, как культ Тереми Куприна, о любви Чехова и как каст Мунина, воспевается свободная любовь. Эти яркие художественные образы, мимо замедленного действия для наших детей, в нашей комиссии должна обратиться... — Ты спрашиваешь, а вы ведете колонку в собственной газете? Почему-то наши слушатели спрашивают. Что-то я не помню, что я веду вашу. — Хочется сказать, слушатели, я что, дурак, что ли? Любая колонка — это большое обязательство, дисциплина, исчерпывающая дисциплина. Нет, колонку, получается, наехи Москвы. — Да, 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 я просто спрашиваю, где можно еще почитать, там, по какой-нибудь там теме более широко. — В этом рее, Шармы Шейфи и Хургады, например, в зависимости, предложенные российскими экспертами. Об этом рее заявил глава египетского МИДА Саня Шукри. Напомню, осенью прошлого года, после крушения пассажирского лайнера на Синае, президент Путин подписал указ о временноизбрещающей российским авиакомпаниям летать из России в Египет. В прошлом месяце министр транспорта Максим Соколов заявил, что полеты могут возобновиться после усиления мер безопасности в египетских аэропортов. Пополноученный предпредседент Павел Астахов предложил внести в правила дорожного движения прямой запрет оставлять в машинах детей до школьного возраста одних без наблюдения взрослых. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета. Слава Астахова, эта проблема обострилась в последние три года и есть печальная статистика. Что касается наказания на такое нарушение, то оно должно быть примерно таким же, как и за пересечением двойной сплошной, чтобы водитель задумался. Этой ночью в Москве минут 4-6, завтра идем до плюс 3-й, без осадков. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы». Реклама. Внимание, внимание, внимание! Собственная квартира с полной отделкой от 1 миллиона 670 тысяч. Звоните 495-135-22-82. Повторяю. 495-135-22-82. И еще раз. 495-135-22-82. Застучаем. Проект адеквата на сайте перед сейси. Я Руклан Гринбер, сопредседатель Московского экономического хора. Иногда бывают такие времена, когда политика доминирует над экономикой. И сегодня как раз такой момент. Международная напряженность нарастает. Доверие между Западом и Россией почти мудрея. Можно ли сегодня не допустить ухудшение отношений, предотвратить горкое вооружение? Мы все это будем обсуждать 23 и 24 марта на Московском экономическом форуме. Участие бесплатное. Регистрация на сайте форума. Без возрастных ограничений. Спасибо большое. Вы знаете, все получилось само собой. Помню, это был один из первых дней после переезда в Симбол. Друг почувствовал милость. Ну, конечно, в тот момент я меньше всего думала награды. Олег Гашер, обладатель сиреней Грэмби. В 1922-го года. Доксистан. Раздел на это. Симбол. Для тех, кого вдохновляет истинная свобода. Вот 137 тысяч рублей за метр. Бонстрой. 495-925-4747. Проектная декларация на сайте Бонстрой. Доксистан. Финансовый партнер Банка ТБ Пау. Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейк-хаусах Бизон. Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменный Бизон чили стейк. Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бизон стейк-хаус для настоящих мужчин. Реклама на радио Эхо Москвы. 921-4041. Код 495. 921-4041. Код 495. Продолжается программа «Особое мнение». Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, Вы как главный редактор, что скажете, что делать теперь журналистам и правозащитникам после того, как на территории Чечни и Ингушетии с ними случилось такое? Я удержусь сейчас от всяких разных обвинений. Продолжать заниматься своим делом. Журналисты и правозащитники занимаются этим не потому, что им угрожают, а потому, что они по-другому не могут. Но это особенно правозащитников касается. Это состояние души, состояние представления о собственной миссии, о смысле жизни. Правозащитник – тяжелейший хлеб, на самом деле. Это должен быть особый психический склад характера, когда человек привыкает к тому, что он очень неудобен. Большинство людей все-таки откуда конформист происходит? Либит комфорт, любит того, чтобы нравиться начальству, нравиться соседям. Тональность чтобы была такая. Кто такие правозащитники? Они все время должны врываться и требовать чего-то, что в обществе на данный момент не является нормой. И фактически их жизнь текущая, их нервы, они, как правило, очень долго не живут. Они умирают раньше обычно, именно из-за того, что они горят интенсивнее. И при жизни редко они достигают тех стандартов и норм, за которые они борются. Но с неизбежностью, какие бы ни были консервативные режимы, какие бы ни были результаты выборов, все ценности правозащитников, все ценности, они через какой-то ряд лет, иногда десятилетий, становятся стандартом жизни и в этой стране, и во всем мире и так далее. Вот приходит тот и говорит, черные, негры должны ходить в школу и учиться вместе с белыми детьми. Там Куклук-Склан на вилы готов, и на самом деле линчуют и так далее. Проходит какое-то время, черные не только в школу ходят вместе со всеми, а страной самые мощные в мире руководят. Проходит какое-то время, кто-то начинает бороться за какие-то права женщин или за права меньшинств. Не нравится, ядерный электорат, не ядерный, могут проигрывать, гражданские права, война, все что угодно. Борются, их называют предательными, им не жмут руки, они требуют прозрачности. Через какое-то время это стандарты повсеместные. Европа, Америка, Япония, Южная Корея после многих лет диктатуры, Южная Африка, все переходят к этим стандартам. Поэтому правозащитники это такие люди, которые опережают среднюю температуру нравственного огня в обществе. Вот огонек у всех такой, как парафиновая свеча дает, а у них такой обжигающий огонь. Но именно из-за того, что они на каждом шагу сталкиваются с системой, то вот эти столкновения такие. Поэтому то, что произошло на границе Ингушетии и Чечени, это печальный факт, жалко этих людей, но это не остановит ни одного из них от следующих поездок и так далее. Хорошо, а что касается журналистов, которые тоже, как и правозащитники, должны работать везде, они вот после того, что случилось, говорят о том, что надо создавать еще один новый профсоюз, который будет реально защищать права журналистов, а не то, что происходит сейчас. Вот вы считаете, нужен новый профсоюз или сейчас все в порядке? Нет, если людям кажется, ведь все же люди действуют, потому что им кажется, что что-то нужно. Если им кажется, что это нужно, а я скажу, что это не нужно, вот ничего не изменится. Пусть создают, пусть борются, может это будет еще один из инструментов давления на власть. Помните, мы же обсуждали, нужен ли специальный закон по защите журналистов, и пришли к выводу, что, в общем-то, нужно защищать всех людей. Потому что журналисты получают бейсбольные биты в основании черепа точно так же, как получает любой другой гражданин. И разделять, что вот это получил журналист, поэтому давайте как-то особо, что такое особое законодательство защищающих, что срок дольше мы дадим, в суде дело развалится или до суда. Попозже функционирование судебной системы. А судебная система везде работает не так эффективно. Мне сегодня переслали сайты в восьми странах, ссылки на сайты, которые занимаются борьбой за правосудие в своих странах. Первая ссылка была на Соединенные Штаты Америки. Сайт называется Lawless USA, Бесправная Америка, в которой приводятся примеры, как суди принимают неправильные решения, как какой-то другой судья хочет судить кого-то, как кто-то считает все это несправедливо. Идет борьба. То есть общество, когда оно пробуждается от анемии, оно начинает бороться за свои права. Потому что природные ресурсы влияют на страну. Влияют. Институты и конституция и законы влияют на страну еще больше, чем природные ресурсы. А нравы людей влияют на законы, конституцию и институты еще больше, чем все вот это вместе взятые. Поэтому ты можешь иметь какую угодно конституцию, но если нрав, а по нравам, со времен до таквили, мы понимаем традиции, привычки людей, их представления о каких-то иерархиях, о том, что надо или не надо, это самая консервативная часть. Вот если нрав нашего народа таков, то ты можешь какую угодно, вот у нас золотая конституция, мне очень нравится наша конституция, да, но ее не будут исполнять, и потом власть может выносить на голосование, на любой референдум народа. Правильно ли поступила власть, что не дала оппозиции провести митинг в центре такого-то города? Я вас уверяю, что там 80% проголосуют сказать правильно. Почему? Ну в конституции же написано, что это право неотъемлемое, оно непосредственно действует. Ну люди-то знают об этом? Знают. Да даже ты можешь нарочно сказать, что знают, ты можешь объяснить им. Еще раз говорю, этим я хочу показать, что не слова, а нравы. Нравы это такой пласт истории, это такой пласт чинопочитания, это такой пласт отношений, я не знаю, со времен Владимира, наверное, когда мы там русское государство зачали и начали развивать методом отсечения голов родственникам и так далее. Потом татаро-монгольское иго, потом в этом татаро-монгольском иго есть одна часть, есть другая. Есть те, которые служат татаро-монголым, ордынцам. Я недавно читал интересное исследование, сейчас вообще очень много книг по татаро-монгольскому иго, и чем они хороши, одну могу рекомендовать Хрусталёва, Рус, там и татаро-монгольское иго, по-моему, где они сопоставляют летописи не только русские того периода, к которым есть вопросы, но и летописи, соответственно, которые были в Китае в тот момент или в Иране. Потому что если мы говорим, что у нас не было никакой истории, не было этого, ну давайте посмотрим в Китае, а там кто-то ввёл в этот момент, кто-то ввёл, а в Персии ввёл, ввёл. И вот если ты сопоставляешь всё вот это, то у тебя получается интересная картина. Вот и в этой интересной картине выясняется, что там, ну это известные, конечно, факты, но для меня как бы вот освежить понимание было интересно. Татаро-монголу нападает в 1237 год. К 1240-му они завоёвывают Рус. А в 1242-м случается Александр Невский. Казалось бы, два года после того, как вся Русь разорена, сожжена, он поднимается, и они дают отпор. И вот потому что шли католики, потому что католическая Европа сказала, Русь, мы отобьём вас от татаро-монголу легко, но вы должны будете веру изменить. Татаро-монголы мыли по барабану, они жгли наши храмы, как жгли всё, и уничтожали всех наших людей безжалостно, и так, чтобы на века был страх. Он парализовывал страх в сто с лишним лет, когда люди даже не помышляли о том, что можно голову поднять, когда появляется ордынец. И они в 1270-м году, через 30 лет после завоевания Руси, поняли, что вообще-то самая большая опасность у них от католиков идёт. Эти-то будут нападать. А кто ж тут русский народ, который мы так к Дане привлекли, как они будут? И они освободили церковь русскую православную от всех податей, от всех платежей, от всего, и сказали, давайте, развивайте. И попы начали в церквах молебны служить за, они татаро-монгольского начальника называли царём, это же оттуда пошёл царь, да, за царя поганого ордынца. Все служили молебной. И люди приходили в церковь и слушали, что мы пьём за здравие, значит, царя поганого ордынца. И таким образом монголы сделали церковь своим очень серьёзным союзником. Кстати, и потом уже, когда Иван III в 1480 году вдруг задумался о том, что не хочет он платить Ахмату никакую дань, потому что это и слабый Ахмат, и, по-моему, там не такие сильные, к нему пришёл митрополит и сказал, слушай, не нами это заведено дело. Не нами. Это наши отцы и працы наши платили, и ты плати. Но он послал митрополита уже к этому моменту, да, и впервые в 1480 году. Но мы думаем, что в 1480 году мы освободились от этого ига. А когда ты читаешь эти книги, ты понимаешь, что уже в 1363 году литовский князь Ольгерт из Гедеминочьи, он разбил всех этих самых татар-монгол и освободил Киевскую, Волынскую, часть Смоленской области. Всех освободил. Он сказал, никто платить не будет, и хотел пойти на татар-монголов всех их согнать. Так те князья, которые были на услужении у Орды, русские, они против него. Они начали биться. Понимание вот это, вот это и есть нравы русского народа. Какие-то не очень нравы-то, но так вот. Послушайте, это есть пласт, это тот, который есть. У нас нету других, мы же не смажем. Мы можем же его менять как-то. Вот я говорю, менять мы можем тем, что общество созревает, вот эти правозащитники бьются за эти ценности, происходит изменение ментальности, может быть, нравов. Оно происходит изменение ментальности? Потому что нравы вообще ими можно манипулировать. Вы можете ужесточать нравы, вы можете... Вот то, что происходит, когда вступает дело пропаганда, а не информирование общества, она приводит к огрублению нравов, к спрямлению, потому что люди не склонны к серьезному разговору. Потому что как только ты начинаешь что-то говорить, ну как же так? Тебе сразу говорят, ах ты там, пятая колонна, или ах ты там, педреот. И начинается все, полемики нет. У нас укорачивается протяженность нормальной дискуссии. Вот за два года я заметил, да? Уже можно обменяться в два предложения, дискуссия закончилась. А ведь настоящая дискуссия в современном обществе – это очень сложная вещь, это очень много новых серьезных идей. Кстати, у нас есть еще... Полминуты, полминуты, да. Я хочу порекомендовать людям из своих поездок несколько книг, которые хотел бы, чтобы они обязательно прочитали. Вот эта книга «Originals» Адама Гранта, это самый крутой профессор сейчас до 40 лет. Вот это «The Lean Startup» про предпринимательство, где он открывает секрет. Самое успешное предпринимательство сводится исключительно к менеджменту. Вот эта предыдущая книга Адама Гранта «Give and Take» просто вы все начнете новую жизнь. Ну и Бен Бернанке «The Karach to Act» – это просто великолепная книга по макроэкономике и финансовой политике. Ну и моя книга «Удовольствие раздражать» на русском языке. Ждала, все. Хорошо, спасибо большое. Читайте книги, слушайте «Эхо Москвы», и в особенности особое мнение главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо вам. Очень интересно. А мне? Мне. Мы же почему подарили? Это подарили. А кому, слушателям что-нибудь? Ва, ва, на. А как ассамулировали вот это задание? Вот сейчас вы как сказали? Мог бы подарить? Я не помню уже. А я помню, потому что когда мне говорят «мог бы», я думаю «а, может быть, и не мог бы». А когда мне говорят «Константин Андреевич, а не могли бы», я всегда отлично реагирую. А когда мне, кто-то, я же знаете, у меня же обязательств нет ни перед кем. Но я реагирую нормально. А я и просить не люблю. А, и правильно. А я вам напротив перейду и куплю. Мой дорогой друг, это лучший способ. А я прочитаю и расскажу. Да. До новых встреч. Удачи. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Продолжение следует...